Здравствуйте, уважаемые любители НЛП. С вами Михаил Антончик и это НЛП Экспертиза. В прошлом выпуске мы с вами рассматривали ошибку, которая допускается при объяснении того, как нужно маркировать субмодальности в общении с собеседником. В этом выпуске я хочу рассказать об ошибке, которая допускается в преподавании пирамиды нейрологических уровней Роберта Дилтса. И в том числе эта ошибка присутствует в самой подаче Роберта Дилтса. И сейчас я вам постараюсь это экспертно доказать. Итак, пирамиды логических уровней. И если вы понимаете, что это такое, что здесь написано, то имеет смысл смотреть дальше. Окружение, поведение, стратегии, ценности и убеждения. Темой сегодняшнего выпуска станет именно этот уровень – ценностей и убеждений. И я хочу доказать, что ценности и убеждения – это разные логические уровни. И они не должны быть на одном уровне в пирамиде. Итак, для начала, что такое логические уровни? Допустим, яблоко, груша. Яблоко и груша – это фрукты. А еще бывают овощи. И здесь может быть огурец. И, например, помидор. Все это относится к категории растений. Ну, и можно еще выше поднимать это. Что будет ошибкой в этом примере? Если я на один уровень поставлю фрукты, овощи и яблоки. Да, мы понимаем, что яблоки – это не один уровень с фруктами и овощами логически, а яблоки являются частью категории фрукты. То есть, вот такое смешание является ошибкой. И я хочу доказать, что ценности и убеждения тоже не находятся на одном логическом уровне, а убеждения являются некими элементами категории, которую мы называем ценности. Итак, что такое ценности? Во-первых, ценности – это номинализация. Напомню, номинализация – это существительное, которое невозможно потрогать, которое невозможно попробовать, увидеть, услышать, пощупать и так далее. К ценностям мы относим любовь, нельзя же любовь потрогать, да? К ценностям мы относим дружбу, к ценностям мы относим самореализацию, ну и так далее. Саморазвитие, свобода, здоровье – это все ценности. Что такое убеждение? Убеждение – это причина следственной связи. Из А следует Б, да? Которые лингвистически, языком, выражаются следующим образом. Если, то, или, поэтому. Я хочу, чтобы вы правильно воспринимали и пользовались моделью пирамиды логических уровней, поэтому сделал этот выпуск. Это убеждение. Согласны? Согласны. Но я могу в то же самое время и сказать, что именно когда люди обучаются у меня, я чувствую некую самореализацию в этом. То есть, о чем я говорю? О том, что возьмем, допустим, такую ценность, как самореализация. Для того, чтобы самореализовываться, я обучаю людей, занимаюсь обучением. Для того, чтобы самореализовываться, я записываю подобные блоги. Для того, чтобы чувствовать самореализацию, я занимаюсь консультированием. похоже чем-то, да, на вот эту структуру. То есть, для того, чтобы самореализовываться, я обучаю, я консультирую, да, я записываю видеоблоги. Теперь, смотрите, какая штука. Что это означает? Это означает, что на одну ценность мы имеем некоторое количество убеждений, которые говорят о том, как эту ценность реализовать. Понимаете? Сходство находите с этим? Соответственно, это вписывается в идею пирамидологических уровней, где, допустим, одна и та же стратегия умения заваривать чай или приготовить кофе может реализовываться разными способами поведения. То есть, умение заваривать кофе, вот здесь вот кофе, а в нем, в том числе, есть такой шаг, как насыпать сахар. Я этот сахар могу насыпать ложкой, я могу этот сахар насыпать сразу из банки, я могу вообще руками взять. То есть, все время присутствует в пирамиде логических уровней идея, что верхний уровень реализовывается какими-то различными способами, которые находятся на нижнем логическом уровне. То же самое и про ценности. Ценности реализуются разными убеждениями. У нас есть набор убеждений на одну ценность. Как? Если я хочу быть здоровым, я правильно питаюсь, я использую здоровое питание, я делаю зарядку, я занимаюсь спортом, я занимаюсь прогулками, я стараюсь быть больше на свежем воздухе. И это все убеждения мои, которые в конце концов потом отражаются на моих стратегиях и на поведении. То есть, я действительно делаю зарядку, я исследую, каким образом эту зарядку делать. Таким образом получается, что если мы вот здесь нарисуем черту и скажем, что ценности — это один логический уровень, а убеждение — другой, и что ценностей значительно меньше, чем убеждений, точно так же, как и стратегий значительно меньше, чем способов поведенческих реализовать эти стратегии, то все становится на свои места. Согласитесь. Более того, опять же, с лингвистической точки зрения, мы говорим о том, что каждый логический уровень — это, в принципе, информация на каждом логическом уровне — это ответ на какой-то вопрос. Окружение — это ответ на вопросы, что в отношении предметов. Я говорю, стены, здесь потолок, камера стоит, доска. Это все речь на уровне окружения. Поведение — это глоболы, это ответ на вопрос, что делать. Я объясняю, привожу примеры, рисую. Вот здесь это все поведение. Стратегия — это когда я каким-то определенным образом свое поведение структурирую пошагово. И здесь есть определенные речевые такие элементы, как сначала, затем, потом. То есть сначала надо объяснить, про что у нас передача. Потом нужно начертить на доске. Затем, после этого. Это целая стратегия. Убеждение — это причинно-следственные связи, либо комплексные эквиваленты. А равно Б. То есть бьет, значит, любит. Значит или равносильно. А ценности — это немножко другое. Это ответ на другой вопрос. Если в убеждениях мы отвечаем на вопросы, почему и зачем, почему ты сейчас людям объясняешь? Потому что я хочу, чтобы они научились. Зачем ты это делаешь? Ну и так далее. То ценности — это ответ на вопрос, ради чего. Ради чего ты это делаешь? Что тебе это дает? И согласитесь, уж, конечно, любовь очень сильно отличается, чем от причинно-следственной связи и вот этих вот вещей, связывающих в речи. Поэтому, безусловно, с моей точки зрения, ценности не находятся на одном и том же уровне, что и убеждения. Иначе мы будем говорить, что есть фрукты, есть овощи, а есть яблоки. Есть фрукты, есть овощи, есть яблоки. Есть мебель, да? Есть, допустим, какие-то элементы интерьера, а есть стулья. Тоже глупо, потому что мы понимаем, что стулья — это элемент мебели. Это то, что входит в категорию мебель. Точно так же и убеждения — это то, что входит в категорию ценностей, то, что реализует эти ценности. Ну, вот, собственно, и все, что я сегодня хотел вам рассказать. А в следующем нашем выпуске я тоже хочу поговорить про пирамиду логических уровней и тоже покрутиться вокруг идеи ценностей и критериев. Благодарю за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До свидания.